Слава Господа! Вы знаете, мы сегодня слышали, братья говорили передо мной о Иисусе Христе, когда Он был в одной семье, и это родственники брата, две сестры, и когда Он умер, и они послали Иисусу сказать. Они были уверены, что Он друг семьи. Они не говорили конкретно Его истории болезни или состояния Его здоровья. Они были уверены, что Он настолько близкий друг, что наставит все дела и пойдет по просьбе или зову друзей. Как мы сегодня, я думаю, что сегодня это было местописание и напомнуто, если были внимательны об этом, и как мы сегодня часто хотим, чтобы Бог, я же тебя люблю, и я же твой сын, я твоя дочь, ты же должен обратить внимание на меня. И часто говорят, ну вот, почему Бог не отвечает? Почему Бог не спешит на наш зов, на нашу нужду и не дает ответ на мой конкретный вопрос Ему? Дорогие, Бог, если мы пришли к Богу, потому что Он и есть Тот, Который из Него делает возможное, мы глубоко ошиблись. Если мы пришли к Нему не как Спасителю, не ради спасения своей души, не как Царю Царей, а к Тому, Который палочка-выручалочка, мы глубоко ошиблись. Он не Тот, Он Мессия, имеющий державную силу и власть. Он Царь Царей, Господь Господствующий, имя Ему чудный, Советник, Бог крепкий, владычество на ременах Его. И ты, Вася, должен быть уверен в том, кому ты вручил свою жизнь. И если твоя жизнь не твоя, а моя, то тебе нечего переживать и говорить, Иисус, ну где же ты? Мне обращаешь внимание, у меня слезы, у меня переживания, у меня боль, у меня больше нет сил, а ты молчишь. Молчу до тех пор, когда ты увидишь, скажешь, Иисус, я твой, я твоя, я не буду славить, а я буду петь, а я буду прославлять имя Твое, и буду достоин, достоин славы, аминь. Его имя чудное. И вот это местописание, вы знаете, когда Браджини читал о этом брате, о этом брате, и он умер, он сказал им, мы идем разбудим. Получается, как насмешка. Здесь уже его нет в живых. А он говорит, идем, он спит, мы его разбудим. Было подчеркнуто, если будем внимательны, братом Женя, он подчеркнул и сказал этот момент. Иисусу нужен какой Лазарь воскресший, мертвый, который умер для этой жизни, для греха, воскресший для Господа. Бога, покуда мы не умрем в нашем я, в наших понятиях, в наших требованиях, в наших взглядах, Бог ничего не сможет делать. Никакого чуда, ни в твоем доме, ни в твоем сердце, ни в твоей семье. Бог хочет, чтобы ты и я умерли. Мы читали, когда было воскресение Христа, мы говорили, если мы не умерли, то вера наша тщетна, тщетна. Почему? Мы еще во грехах наши. Мы не воскресли. Мы не умрили, значит, не воскресли. Мы не воскресли. У нас наши бурнует, у нас наше я, у нас наше житейское, мы так понимаем. Вот это я так хочу, чтобы было. И вы знаете, сегодня я не буду говорить дальше на эту тему. Это другая тема, которая была сегодня подчеркнута или затронута. Мария и Марфа, две сестры, и две слушали. И оба слушали. И они были не как кто-то другой, но в ихнем доме он был. Кто, казалось бы, как не они, должны знать, кто их друг? Но совсем тем я хочу сказать тебе и мне, брат и сестра, что ты и я намного ближе, чем Марфа и Мария. И скажешь, почему? Он был только иногда в доме Марии и Марфы. А у нас он сказал, войду в них, вселюсь в них и буду жить. Аллилуйя. Он отдал жизнь за тебя и за меня. Была пролита кровь и вода, чтобы я сдавал тебя сыном и дочерью. Марфа, Мария и Лазар не назывался сыном и дочерью. Друзья. А мы на сколько ближе, ценнее, дороже. И почему Бог молчит? Я не умер. Я не умерла. И Бог будет молчать до тех пор, покуда мы не умрем. А если умрем, то воскреснем. В новой обновленной жизни. Я читаю псалом, который мы пели. Слово «мама» дорогое, и ее надо дорожить. С ее лаской и заботой легче нам на свете жить. Если мать еще живая, счастлив ты, что на земле. Есть кому переживая, помолиться о тебе. Я напомню место священного Писания. Немножко здесь порассуждаем. Это припев этого псалма. Он немножко говорит, я думаю, автор этого псалма писал тот, который знал, или была цена его маме. Он видел, что это было не просто мама. Я читаю место в Писании. Второе послание к Тимофею, первая глава. Павел волею Божией апостол Иисуса Христа по обетованию жизни во Христе Иисусе Тимофею. Видите, что писать Павел? Павел волею Божией. Не волею апостолов, не волею епископов, не волею архиепископов. Волею Божией. Павел волею Божией, что стал апостол Иисуса. Ведь стать просто апостолом я не смогу. Если воля Божия в этом, если Бог избирает, Бог помазает. Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего. Благодарю Бога, которому служу от прародителей. Счастлив ты, что есть, кому помолиться о тебе. Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что не пристану вспоминаю о тебе в молитвах твоих моих днем и ночью. Павел, как глубоко корни зашли, что у Павла были не родители, а аж прародители, прабабушка, прадедушка, которые служили Господу. Будьте внимательны. Какая молитва услышана? Прародители. Мы думаем, что мы просто отцы-матери, мы думаем, что мы просто дедушки, которые могут деткам или внучатам что-то сказать, что мы не помнили, что-то доброе сделать, что мы запомнили, что это хорошая бабушка или хороший дедушка. Благодарю Богу, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью. И желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполнится радостью, приводя на память нелицемерную веру твою. Моя вера лицемерная или нелицемерная? Видишь, что видел Павлов Тимофеев? Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде, и матери твоей девники уверен, что она и в тебе. Немножко давайте остановимся. Нелицемерная вера твоя, если мать еще живая, счастлив ты что на земле, есть кому переживая, помолиться о тебе. Видишь ли ты, видел ли ты, видела ли ты, вот это во мне могут сказать мои дети, что видели эту нелицемерную веру? Как это важно? Ведь это есть вера лицемерная, когда я Богу служу, когда у меня все хорошо, я буду славить, я буду благодарить, я буду посещать, я буду проповедовать, но когда у меня нет благополучия, у меня переживания, слезы, но я сегодня не буду проповедовать, у меня сегодня есть о чем молиться, у меня есть о чем сегодня, и Бог мне не отвечает, я не знаю почему, я часто слышу и вижу братьев, которые раньше трудились, они молчают, почему молчать, а вот Бог мне не ответил на мои нужды. это есть лицемерие пред Богом, это вера была твоя лицемерная, ты ходил к Богу как лицемер, когда все тебе хорошо, но ты был в церкви, ты служил Богу, ты проповедовал, ты молилась, но когда тебя награнуло испытание или проверка твоей веры на прочность, тебя нет решительности, скажи Господь, а я остаюсь верной тебе, даже если есть смерть. Я вспоминаю, один случай когда-то был у нас там еще в бывшем Советском Союзе, когда уверовала одна молодая женщина и мать, и она ходила в церковь, и муж сказал, и запрещал, братья одежды, он не пускал ее, она должна была согласиться остаться с ним, но она оставалась время, проходила оставалась, потом она сказала в сердце своем, Господи, я не хочу быть лицемеркой, и мужу, и тебе, я хочу служить тебе, я твоя, и я хочу, что я и дом мой служили Господу, они не могут покаяться из-за моего нетвердости, колебания, неуверности, моего лицемерия, я пойду, я пойду, он сказал ей, вот топор, это было в 80-х годах, и если возвратишься по ее служению, я тебя изрублю на куски, решай, она сказала, я иду церковь, я иду служить Господу, иди. Конечно, представьте эту мать или эту жену, идущую церковь, зная, что возврата на назад нет, а если есть, то там топор. Давайте проверим себя, вот где такая нелицемерная вера твоя, которая была в твоей бабке Лаиде и матери Евнике, вот нелицемерная вера. Заметьте, почему там нет ни о дедушке слова, ни о подсе слова. Их нет. Почему их нет там? Потому что они нелицемерно служили Богу, а лицемеров не было там. Они жили своей жизнью, они имели свое время, свою жизнь, лицемеря не служили Богу. Вот почему о них у Библии нет ни одного слова, но бабушки Лаиде, матери Евнике есть и проповедуются тысячелетиями, они не пошли по стороне мужей, вместе с мужьями, они пошли за господом. Вот лицемерная вера. Не подражать его. Не остались. Я не говорю, чтобы мужья и жены не слушались, не служили Богу. Нет, я о том говорю, чтобы ссорились. Поймите правильно, о чем говорю, где стоит вопрос служения Богу. Вопрос служения Богу. И когда-то мать пришла в церковь, она сказала церкви, она сказала служители, помолитесь, вот я домой, возврата нет. Такой возврат. Церковь, как во дни апостольские, горячо молилась. Все единодушно вызвали к Богу. И знаете, когда она шла домой, вот опасения пошли за ней в наблюдение и сестры, и братья. Что же там будет? Но она шла смело, как она говорила, а я шла, я видела, что впереди идет меня Сын Божий. Я не одна, я Его. Но вот я шла и знала, что если сейчас мне отрубится голова, то я увижу Иисуса, и Он меня заберет. Когда она приступила порог дома, она переступила порог дома, она увидела в слезах мужа стоящего, она говорит, где ты так долго была? Это была молитва, где церковь горячо и пролежно молилась о нее муже. И она задержалась. Топор лежит, но не хватает топор. Тот Иисус, которому ты верна осталась и не слушала меня, ты не осталась лицемеркой, верна своему Иисусу. Он коснулся и меня и говорил со мною, я хочу тоже служить ему, склоним колени. Когда они стали на колени, зашли братья, сестры и тоже стали на колени. Вот что такое нелицемерная вера твоя. Он меня муж неверующий, я не могу, он всю жизнь будет неверующий, если ты будешь лицемеркой. Он никогда не уверует, когда в тебе не увидит отображение славы Божьей, Сына Божьего, жизни Его, что ты нелицемерно служишь Богу. А если ты и вашим и нашим, то ни ты не спасешь, а не дом твой. Богу значит Богу. И здесь апостол Павел говорит, подубеждая, я привожу на память. Видно, мать и сегодня вспоминает просто, ну, Mother Day, Mother Day, потом Father Day. День Матери, День Отца. Я хочу сегодня как раз на эту тему сказать, что такое родители и что на нас лежит. Какая ответственность. Это не просто букет цветов. Это не просто пожелания. Это не просто добрые слова, как я слышал и много раз слышал. даже я не против этого, что дарить цветы женам добрые слова, но дарить, когда в тебя здесь есть жизнь Христа, а не так насолил, а потом цветы несешь, а она не нуждается, эти цветы абсолютно не нужны. Нам нужен Иисус. И вот здесь он говорит, апостол Павел подчеркивает, говорит, я привожу на память, приводя на память, которая прежде обитала у бабки твоей Лоидии, матери Евники, уверен, что она в тебе. По сей причине напоминаю тебе, что возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Скажите, я знаю, я то знаю, я то видел, но сегодня я почти что не вижу этого, где через мое рукоположение возгревает дар Божий, который через мое рукоположение в тебе пребывает. Сегодня ложат руки только оловьяные, без Бога, без помазания, без присутствия, без силы, без откровения, без избрания Божьего. И сегодня поэтому нет благословения, нет жизни, нет реальности. Ибо дал нам Бог духа небоязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иса Христа, не меня узника его, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, не по своему изволению и благодати данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Здесь апостол Павел предупреждает и говорит юному служителю, он говорит мой сын, он говорит мой сын, знаете, вот здесь говорит, я же читал, возлюбленному сыну благодать, милость, мир от Бога, не то, что другому, возлюбленному выше сыну, и он напомнил о этих родственных связях, о том, что было в твоей бабке, что было в твоей матери. И знаете, когда я так это место читал не один раз, я не обратил внимания на то, что именно он сказал, нелицемерная вера. И он говорит, обратил ли ты внимание, что там нет ни отца, ни дедушки. Почему? Почему их нет? Что, они разделились от воздуха? Есть, но о них Библия, молчить. Дорогие братья и сестры, за меня так же само говорит Бог и обо мне, и о тебе. И если моя лицемерная вера, то обо мне Бог тоже будет молчать. Иисус сказал, что изверну из уст моих. Если ты не холоден, не горяч, но теплый, если ты не горишь в огне, если ты не служишь мне, если не отображая славу мою, то я изверну тебя из уст моих. Тебя не будет помине, как нет помине, ни отца Тимохвея, ни дедушки Тимохвея. Почему? Их не была лицемерная вера, они ритуально служили, они ритуально исполняли, они ритуально были, но в служении Бога их не было. Где они? Знает Бог. И многое узнаю у Белого Престола. Но я хочу сегодняшнюю тему признать подчеркнуть еще один момент. Мы сказали и мы говорим, что мы слышим. Почему Он сказал лицемерная вера и совесть наша чиста. Мы давали обет служить доброй и чистой совестью. Вы знаете, было время, когда на этой низкой земле был Иисус. Было время, когда перед Иисусом был Иоанн. И он проповедовал. И заметьте, там был один человек. Это был большой человек. Это был царь Ирод. И заметьте, это Иван Марко 6 14 стихи ниже. Царь Ирод услышал об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил, это Иоанн Креститель. Воскрес из мертвых, потому чудеса делаются им. И потому чудеса делаются им. Другие говорили, что это Илья, а иные говорили, это пророк, или как один из пророков. Ирод же услышал, сказал, это Иоанн, которого я обезглавил. Он воскрес из мертвых. Ибо сей Ирод послал и взял Иоанна и заключили его в темницу за Иродиаду жену Филиппа, брата свое, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду, не должно тебе иметь жену брата твоего. Иродиада же, злоблясь на него, желала убить его, но не могла, ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой и берег его. Видите? Какой момент? Будьте внимательны, о чем идет речь. Этого родила мать Насила Иоанна. Тоже Господь сказал. И когда Он говорит слово, и Ирод царь слышал, когда услышал об Иисусе, Он что? Он сказал, это воскрес из мертвых. Бог показывает эту сторону, я говорю сегодня немножко чуть-чуть о совести. Ирода совесть мучила, терзала. Он знал, кто такой Иоанн. Он знал, кто такой Иоанн. Я немножко хочу сегодня и дать ответ на один заданный вопрос мне, который сказал, один я не могу назвать, что это служители Божьи. Такие вещи могут только вносить, внедрать в служение Богу. Это не нужно только те, которые отступили от истины, что там говорить, почему нет танцев или я опровираю танцы своих проповедей и плясы и музыку и так дальше. нигде музыка не играла в фраме. Нигде на основании Писания мы не находим. Нигде не плясали и не танцевали в фраме за исключением когда Давид возвращался к Ковчег Завета. И когда Ковчег Завета возвращался, он знал, что возвращается его царство Господь с плена. И он радовался, что его царство будет Бог, ибо он был помазанник Божий. Он радовался, но не в фраме, а на улице. И если вы потеряли общение с Богом, если ли вы сегодня видели, что вы потеряли и не видите Господа, и сегодня увидели, что Он прощает вас, освобождает вас, и дам вам слезы покаяния, видишь свою жизнь не на основании Писания, и будете писать, радоваться, что Господь возвращает в твое сердце твой дом, твою семью, пляши дома, танцуй дома, на улице, пусть соседи видят, что ты обновленный новый человек, но не просто показуха эмоциональности, за танцы на основании Писания отдана голова Иоанна, вот что такое танцы, никак не может и Дух Святой и Бог нуждаться в танцах, дьявольских танцах, который отобрал голову Бужа его, помазанника его, пророка его. Это несовместимо. Божьих служениях или фрамах Божьих Бог в этом не нуждается, это служение не Божие и не Духа Святого, а Дьявола. Мы сегодня в таком заблуждении, люди. Ирод опечаталился, он хотел, он когда услышал, что такое чудеса сделает, знамение делает, он обрадовался, наконец-таки с меня снимется эта ноша, что я отдал безвинного человека на смерть за танцы. Он воскрес. Он хотел, чтобы это было реальным. Он хотел, чтобы освободилась его совесть. Он хотел, чтобы его совесть облегчилась, его страдания облегчились. Он хотел, он ждал воскресения Иоанна. Он хотел подойти к Иоанну, склонить ноги, ноги, его голову, свои колени и сказать, Иоанн, проси, это была моя роковая ошибка. Он хотел, и заметьте, что он, и и родиада, что видела, боялась, ибо Ирод боялся Иоанна, она видела в нем, что Ирод боялся Иоанна. Почему? Он муж праведный, святой, и берег его, многое делал, слушаясь его, с удовольствием слушал его. И вот здесь Бог говорит, обрати внимание, он боялся его, видел, что он муж праведный, берег его, можно слушать Господа, уважать его, почитать, о, это святая книга Библии, там нужно, у нас, чтобы не была грязная, чтобы в хорошем месте надежно лежала, прийти в церковь, это же Божье Слово, посидеть, но это же Бог сказал. Можно уважать, можно слушать, можно бояться, и не увидеть, и не услышать, и не покаяться, как Ирод, и видел, и слышал, и не услышал, и не познал. Видите, он видел чудеса, он видел знамения, он слышал голос Божий, он слушал свое многое, дело, что слушаясь Его, и что с удовольствием слушал Его, можно с удовольствием слушать сегодня, вот прекрасное слово, прекрасная проповедь, но это прекрасное меня ничего не изменилось, меня не изменилась моя жизнь, меня не изменился мой взгляд, меня не изменился мой характер, мне не поменялось мое мировоззрение, не поменялось мое ничего, Ирод то же самое сделал, слушал с удовольствием, но результат голова пророка была снята, того, которого он с удовольствием любит слушать. Бог показывает, ты можешь с удовольствием слушать, уважать человека, но придет день, что ты сожлась, если срубить ему голову, уничтожить его. Но придет день, это причина того, что мы остались слушаем, но ничего не поменялось. Мы ходим, можем быть, десятилетиями в церковь, но если жизнь не меняется, мы распинаем его. И в один прекрасный момент, мы так же можем поступить, как Ирод. Бог сегодня предупреждает, что мы не стали эти соучастники. Вы расскажете, да нет, мы не такие, а скажите, с нашими действиями, нашими словами, мы сегодня не то ли делаем, не то ли мы делаем нашим языком. Сегодня мы с удовольствием слушаем, слушаем, и уже многие годы слушаем. Но жизнь не изменилась. И помен, и наше мнение изменилось. Наши мнения изменились, наши взгляды изменились. Один брат сказал, брату задал вопрос, и говорит, ну ты же каялся, ты же свидетельствовал, что ты получил свободу, ты получил обновление, ты получил прощение. Что он сказал? Это было колдувство. Заколдовал нас. Мы не понимали. С удовольствием слушали. С удовольствием можно слушать. Но не услышать голоса Божьего. Что Бог говорит моему сердцу. И моя жизнь не изменяется. Моя жизнь не меняется. И вот здесь именно я возвращаюсь сегодня к теме. Это я не думал этот момент даже напоминать, но Господь сказал о том, чтобы напомнить. Мы собрались и наша нужда. Молитва осталась. Молиться, чтобы увидеть самого себя. Увидеть самого себя. Можно слушать. Можно с удовольствием слушать. Можно многое делать, то, что он говорит. И вот все это так делал. Но в конечном итоге за танец удовлетворили его танцы. Откуда ты взял, Ира, танцы? И за танец отдать голову. Ведь ты же мог сказать. Ты же мог сказать. Другое. До половины царства он сказал, отдам. Помните? И я вспоминаю, когда один проповедник сказал, что... Один мальчик сказал, что нужно было Ироду сказать, что Иоанн не вошел в ту половину царства, которую я должен отдать. Он находится в другой половине. Это было бы разумно. Нет, он настолько любил Иродиаду, что не мог отказать ее. Вот видите? Так можно слушать и слушаться мужа Божьего, Иоанна, что ослушаться и послушать Иродиаду, жену. Как часто сегодня мы можем ослушаться, угождая своим мужьям, своим женам, ослушаться голоса Божьего. Вот о чем я хочу сегодня сказать. И можем терпеть поражение мы и наши дети. Как важно сегодня слышать Слово Божие и слушаться Его, голоса Божьего. Мы можем слушаться, как Иоанн видел в нем, что он был муж праведный. Заметьте, муж праведный и святой берег его, но он не видел Господа. Вот вся проблема. О, у нас хороший пастор, у нас хороший проповедник, у нас хороший Исосуд. Мы будем слушаться Его, мы будем идти за Ним, а дальше один момент, и мы перечеркнем вот так. И нам этот человек не нужен, потому что написано, проклятсяк, надеющийся на человека и опору, и делающийся на его. Я бы хотел, чтобы сегодня мы вникнули в это Слово Божие и задались вопросом каждой себе. Я, в первую очередь, как я слушаю? Может быть, я не слушаю Его, как хочет Бог, а, как говорить, ну, ради мира. Лавируем, лицемерим. О, если бы Лоида и Вероника лицемерили и лавировали, то Тимофей бы не было помазанником Божиим. Заметьте это. Ефесянам, шестая глава. Дети, повинуйте своим родителям. В Господе. В Господе. Своим родителям. В Господе. Теперь вопрос. Дети меня не слушают. Мой сын вышел из поминовения. Моя дочь в непоминовении. Вася, ты в Господе. Одна причина непоминовения детей родителям, что мы не в Господе. И Господь не в нас. Как может быть мой сын или моя дочь, если я не в Господе? Здесь написано. Дети, повинуйте своим родителям в Господе. Ибо всего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с запятованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. А вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их учения и наставления Господним. Раби, повинуйтесь господам своим поплоти со страхом и трепутом в простоте сердца вашего, как Христу. С невидимой только услужливостью, как человекоугодники, но как раби Христовы, исполняя волю Божию от души, служаству Сергием. Раби, повинуйтесь господам. Казалось бы, Павел, ну, дети, повинуйтесь, родители. Да, ну, почему ты здесь втулили, в миссии, вот это раби? Ну, раби, это раби. Они дома вместе с господами не жили. Они жили в своих пристройках, лес-раях. А ты тут говоришь, повинуйтесь своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца, как Христу. Попробуй. Попробуй. Когда он на тобой вот смотрит, стоит, солнце палит, работай, а ты говоришь, Павел, любить его. Сами они пьют чай, или там прохладные воды охлаждаются, а я должен на солнце даже рассид или глоток воды попить, мне некогда, потому что нужно дать план. И ты говоришь, как Христу. Видите, какой-то несуместимый здесь, казалось бы, пример апостола Павла, или нашему уму невместимый. Бог показывает, что если мы раби Христовы, то мы не будем искать ничего своего. Если мы действительно раби Христа, у нас ничего своего нет. Почему? Мы его дома нет, потому что он Господь. Мы его машины, мы ничего, денег нет, мы это все Господь. Я его! Мы раби его! А так и проверял, а мы раби действительно. Действительно мы раби. Господи, действительно я раб Твой, но я сегодня еще забежал на природу, хочу становиться дети, помянуть и своим родителям в Господе, ибо всего требует справедливость, почитая Отца Твоего и Мать. Я возьму немножко Ветхий Завет. Пятая глава в Трехзаке Закония. «Почитай Отца Твою и Мать Твою, как повелел Тебе Господь Бог Твой, чтобы продлились дни Твои, чтобы хорошо Тебе было на той земле, которую Господь Бог Твой дает Тебе». Это с десяти заповедей. «Почитай! Почитай!» Ну, мы часто это слышим, «Почитай, почитай», но мы, ну, это нужно кому-то почитать, но не для меня. Мы сегодня это праздновали, сегодня говорим о том, но вы знаете, два момента. Один из них я хочу привести сейчас. А я прошлую проповедь говорил, или позапрошлую, я говорил о почтении Отца, как Иаков не почитал Отца своего, Исаака. Как Иаков пренеброг почтения, как он не хотел почитать, а сделать своего, то есть своеволие. Как сегодня часто дети не хотят почитать своих родителей, хотят делать так, как они хотят. Я знаю, это было лет, наверное, десять тому назад, когда это было здесь в Америке, но я знаю эту семью, когда отец и сын поссорились, и сын вдарил Отца. Отец, конечно, не благословил сына, в настоящий день нет ни отца, ни сына. Осталось вдова, остались дети. Они умерли, я знаю, что сын умер, по-моему, в течение года после этого, как произошло. Почитается. Написано, я читал это место Писания, посмотрите, как здесь написано. Дети, помянуйтесь своим родителям. Бог мне сказал, дети, помянуйтесь хорошим родителям. Своим. Господи. Даже если он, если он сегодня хромает на оба колени, тот папа твой или мама, но он твой. Твой. И ты должен помнить, ты должен знать то, что это твое благословение, мое благословение. Почитай. Почитай. Как-то на днях мне попала одна книжонка, я читал, я, по-моему, я ее привез сюда домой почитать. И там одно такое описание. Это было, я так понял, в Москве, потому что там это садовое кольцо. И там сносился дом. На этом садовом кольце. И этих людей выселили в квартире. Ни света, ни газа, ни отопления. Дети выселились, а мама осталась. Она мешает, она старая. Шло, дело к зиме, и ей стало плохо. Кто-то там проходил, увидел. Во многих квартирах этого дома уже были выбитые окна. Но в этой квартирке жила старая мама, в которой мы пели псалом, если есть, если мать еще живая, счастлив ты, что на земле, есть кому переживая, помолиться о тебе. И вот эта мама там находилась в этой комнатке. Без света, без отопления, без любви, без пищи, без всего. Дети оставили его. Она им мешает. О, мы сегодня не такие люди. Заметьте, сколько сегодня христиан, наших славян, дети отправили своих родителей в престарелые дома. Они им не нужны. Они мешают. Они даже приспособились так, что за уходом за родным, матерью и отцом получать деньги. А ведь ты теряешь благословение. Вы продали, променяли, значит, чрезвычайную похлопку благословения. Ты получаешь деньги, что ты обязан, как сын, как дочь, досмотреть отца и мать. Променяли. Деньги больше стали. Запомни, дорогие, вы променяли благословение Божие. Вы нарушили одну из десяти заповедей, почитай отца и мать. И будет благо тебе, твоим дитям, семье. Будет благо. Не мешайте. Вот эта мама. Когда-то кто-то с соседей там увидел, проходил, кто-то там вызвали скорую и взяли в больницу. Я не помню, там написано, сколько две недели там было в больнице побыла и назад туда скоро привезла. И так никто не пришел. И там так пишет, вокруг свет, жизнь, а здесь догорала свеча. Жизнь маме догорала. Детям не нужна. Никого сердце даже не дрогнуло и не шевельнилось. там пишет это стихотворение или описана эта история о том, что о сегодняшних детях, какое их чувство ответственного с родителем. Живая мать сердце ни разу не дрогнуло сына или дочери, как там мама. Ведь это были доспанные ночи, ведь девять месяцев на слить в чреве там под сердцем. им было так легко в больных мучениях эти роды вскормить, выкормить, поставить на ноги, дать воспитание. мы не ценим сегодня, не ценим, дорогие, не ценим. Я один из тех, которые сегодня говорю перед вами, и я когда приезжаю на Украину, когда зашел, я больше туда не могу идти, и зашел на холмик моей маме, я сказал, мама, я знаю, тебя здесь нет, ты там у Белого престола, но я хочу здесь от твоей могилы сказать, мама, мне так тебя не хватает твоих молитв, мы оценим только тогда, когда их не встает, мы ценим только тогда, когда не встает, я часто над этим напоминаю, еще раз напомню, я не могу забыть, по сей день там пол той комнаты не закрашен, и моя старшая сестра, которая уже отошла в вечность, тоже вместе с мамой, она привела меня в комнату, и говорит, Вася, иди посмотри, я что тебе покажу, видишь, этот круг ошлифован, да, вот здесь она стояла любую полу дня и ночи, когда мы не зайдем, она стоит на коленях, и я слышу, Господи, благослови моего сыночка благослови его служение, благослови труд, благослови семью, благослови его, счастлив ты, что есть кому переживая помолиться о тебе, мы не ценим тогда, когда они живи рядом с нами, мы не ценим, когда они есть рядом, они нам мешают, они мешают вместе нам жить, мы молодые, мы современные, нам нечего с ними делить мнение, они другого взгляда, они отсталые, дорогие мои, мы теряем благословение, мы теряем благословение, мы часто можем прийти в дом, и матери, мы тоже нас ждем от тебя поддержки, как от дочери или от сына, я могу нагрубить, я могу сказать грубое слово, потом сказать просто мама, прости, дорогие, этот не так легко заживает этот рубец, мама, прости, мама сохранит Бога и поможет хранить нашу жизнь, чтобы не ранить их, не делать это больно, потому что мы теряем благословение, мы снимаем охрану благословения себя и наших домовых семей, хотите или не хотим мы этого, но нам придется сжать во много больше раз от наших детей, дети, мне не даже просто здесь написано дети, дети, повинуйтесь, там не сказано, если там было Павел написал бы помянуть и с хорошим родителем, Бог сказал, какой не есть, я даже задал вопрос Господе, ну а как, если даже такое состояние, что, ну, отец не понимает меня и не со мной, а Бог сказал, ну он твой отец, я говорю, да, люби как отца, это твое благословение, даже если он двести процентов, тысячи раз неправ, но он твой отец, ты не имеешь права его не любить, ты не имеешь права повышать на него голос, ты не имеешь права возноситься над ним, ты не имеешь права надмиваться над ним, это твоя мама, это твой папа, ты не имеешь права, Ты не имеешь права. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе. Дорогие мои, повинуйтесь своим родителям в Господе. Если мы в Господе, или мы можем сегодня в гордыне, сегодня в своем тщеславии, в своих взглядах, понятиях, они нам просто мешают. И, конечно, когда читал эту историю или какое-то событие, знаете, мне стало очень больно, что там мама так в той холодной комнате и отошла в вечность. Никому не нужна. Никому не нужна. Вы думаете, сегодня здесь такого нет? Здесь, в этой стране, в стране наших славян? Давайте произглянем сюда во внутрь свое сердце, что там происходит. Что там происходит. Как мы часто сегодня можем недоценить этого. Почему я привел пример сегодня за Иакова? Он надменно поступил с отцом своим Исааком. Он хотел надменно сделать это. Вы знаете, когда он делал это, это поступки свои, которые не были угодны Господу. Господь видел все это. И Бог хотел, чтобы сегодня и ты, и я так же сама могли заметить и сказать Господу правду о своем состоянии. Господь, я нуждаюсь сегодня в тебе. Я хочу, чтобы ты по-моему, не произносить даже негодных или нехороших слов в сторону или в адрес отца и матери. Читаем 27-е второзаконие. Вы сказали, что это закон. Дорогие мои, это идет в наше и в Новом Завете. Ведь эти заповеди не отменились, почитая отца и мать. Ни в Старом, ни в Новом Завете. 27 глава, 16 сих. «Проклят, злословящий отца своего или матерь свою, и весь народ скажет Аминь». Проклят. Видите? Злословящий. Говорящий, это мне не можно представить, «Ты, мама такая-такая, и папа такой, вот такой, вот такой». Поймите, мне страшно. Когда я слышу такие вещи, когда я слышу такие вещи, когда встречаются в семейных проблемах, и там высказывают, там слюна летит от злости, высказывают, дети хотят, какие негодные их родители. И вы знаете, когда в этом местописании Бог показал, проклятся, проклят злословящий отца своего или матерь свою, проклят. Этот сын или эта дочь, которая засловила отца или мать, она не будет иметь благословения, ни она, ни ее семья, ни ее дети, до четвертого рода. Это проклятие. Представляете, что мы делаем? Что мы можем сказать, это проклятие на своего отца или на свою мать. Ты такой, Ты такой. Мне однажды пришло встретиться, что одна семья и там, ну, сын сказал, ну, это же не мой родной отец, а мой тесть. Это мы не касается? Я говорю, нет. Если твоя жена, твое тело, то ее отец твой отец, ее мать твоя мать. И там не будет того, что это чужое. Это отец. И если ты принес или поднял голос свой, проклялся него, то есть засловил его, поносил его, делал ему больно. Вы знаете, они вам не скажут, но они Богу скажут, а вам будет надо жать. И очень сильно жать. Не только вам, а и детям до четвертого рода. Но то, что мы сегодня распоясаны своим языком, что мы сегодня можем легко выпускать слова, а ты такой, а ты такая, а ты такой негодный, а ты вот такой, а ты вот такой был в жизни, а ты делал вот то, а ты такой. Дорогие мои дети, и не дано никому право на основании Писания говорить, какая мать или какой отец. Ты не знаешь, какая была их жизнь, что было в их жизни. Но за это Бог спросит, что ты дерзнул это сказать, злословие это. Это не благословение, а злословие. И ты подписан приговору, проклятию. Проклят ты, и проклята твоя семья, и твои дети. Видишь, как страшно. Я не думал сегодня эту тему говорить. Я не буду даже говорить, чтобы присоединяться к этому празднику. Это не библейский праздник. А Бог сказал, ты должен сказать о подчинении родителей. Это большой сегодня грех, это большая сегодня проблема. Это сегодня проказа. Она сегодня разъедает, она все больше и больше поражает сегодня семей. И сегодня страдают дети. Сегодня рождаются неблагополучные дети. Вот на них лежит проклятие. На них лежит проклятие. А у нас с ними столько тогда, когда мы покаяемся пред Богом, когда мы покаемся, если мать и еще живая отец, у них попросить прощения. Дорогие мои, мы часто не понимаем этих молитв. Мы часто... Наши родители не ждут наших телефонов, чтобы им позвонить. Мама, как ты? Папа, как ты? Или писем. Они ждут, чтобы ты приехал как сын, как дочь к нему. Они ждут нас. Они нуждаются. Я недавно говорил с сестрой, она говорит, что папа, он все ищет тебя. А куда же он приедет? Куда он приедет? Где он так долго? Давимые. Счастлив ты. Дорогой брат и сестра, если у тебя еще мать живая, которая сегодня молит за себя, отец, который благословляет тебя, это большое благословение. И говорить проклят, злословивший отца или матерь свою. И весь народ скажет аминь. То есть, это праведный и подведенный итог разрушения. Смотрите, Яков, он пренеброгает им. Он побежал. Ему пришлось долго бежать или долго идти. И помните, когда это случилось. Битие, читая 28 главу, 14 стих, когда он положил камень у изголовья, у бегстве, бежал от гнева брата Исава, бежал от того, что обманул отца, поступил очень гордо, надменно, насмеялся над отцом, искать не насмеялся, да, насмеялся, зная, что отец протупливший зрение. Он надел эту шкуру на руки по благословению мамы. Это насмешка, это злословие над отцом. Да. Мы можем сказать, что мы не засловим сегодня наших родителей. А как мы их сегодня засловим? Мы сегодня скрываем, что вы папа и мама не знали. Дорогие, вы не делаете намного больше зла от того, что вы делаете, скрываете. Все равно Бог видит и знает. Я бы хотел сегодня обратиться к тем детям. Остановитесь, не злословьте своих родителей. Какие бы они ни были старенькие, может, уже они вам смирнять, мешают. Может, вы устали от них. Не произносите плохие слова на них. Не выгоняйте из домов их, не закрывайте перед ними дверь. Вы закрываете дверь не перед отцом или матерью, а перед Господом. Вы не пускаете в дом благословение Божие. Вы лишаете себя, своих детей благословения Божьего. Вы призываете для себя, своей семьи, своих детей проклятие. Остановитесь! Остановитесь! Ибо сегодня и так много зла, много слез, много смертей, много сироз, много сегодня. Не делайте этого. Остановитесь! И Аков остановился. И лег. Когда зашло солнце? Я говорю, сколько лет зашло солнце? Зашло солнце! Нет света, куда дальше идти? Но камень, не подушка, не материнская, не отцовская любовь, не дом отцовский. Яков, я тебя не выгонял из дома. Яков, кто тебя выгонял из дома? Яков, ведь ты получил бы свое благословение, ибо оно бы назначено Господом Богом Савофом. То благословение Божие было бы на тебе, не на Исаву на тебе, Исаву на Исаве, а Божие на тебе было бы, Яков. Но ты захотел по-своему. Ты захотела по-своему построить жизнь, устроить жизнь без Господа. И уви в изголовье. И вот Господь стоит на ней, лестницу видит, и говорит, я Господь Бог, Авраама, отца твоего, и Бог Исаака, того, которого ты убежал. Яков, я, Бог, говорю с тобою твоего отца Исаака, от которого лица ты убежал, с дома убежал, от благословения убежал. Ты его не получил. Ты убежал от него. Ты в бегстве. Ты как заяц одинокий, вот страха бежишь. Я Бог. Я хочу сказать тебе нечто, Яков. Там в это время Исаак молится. Исаак понял. Ошибка в его тоже есть. Понял. И он молится. Он молится о том, что он как отец, как господин, как муж. Почему Ревеха не видела в нем этого? Вот где вина. Мужа, почему сегодня жены не видят нас вот это, что должны видеть вот это понимание? Вот это сострадает у любого, это тепло, чтобы они могли открыть свое сердце. Почему мы видим на странице Священное Писание? Почему? Почему сестра, дочь Давида не пошла говорить о том, что с ней случилось, что на нее не смеялся родной брат? И что он сделал грех над ней? Она не пошла к отцу сказать? Она не пошла, не могла отцу рассказать это обратную слову. Почему? Потому что она видела сердце отца, не было открыто к дочери. Отцы, отцы, я сегодня призываю вас, найдите время для своих сыновей и дочерей. Найдите время той любви, той тепла, понимания, поговорить с ними. Найдите время порассуждать с ними. Помогите им рассказать свою боль, свою боль, свою тяжесть. Я первый нуждаюсь в этом. Найдите время. И Фомар бежит к Авсалому рассказать, но не к Давиду. И вот здесь Бог говорит. В Битии, я читаю дальше. Я Бог Исаака, Отца Твоего. Я Бог Авраама, Отца Твоя и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомство твоему. От которой ты бежишь, и Дьяков, она твоя. Не беги отсюда. Другими словами, остановись. Возвратись в отцовский дом. Возвратись в дом Исаака. Возвратись. Нет. Гордая. Гордая я. Твердая я. Ложь. Лицемерие. Надменность не дает возвратиться. Даже Бог говорит. И думаете, послушался. Вернулся. Нет. Видите, что делает гордость? Непослушание, непочтение родителей. Какой грех? Непочтение родителей к чему ведет. Даже голос Божий не услышал. Даже не послушался голосу Божьему, потому что не почитал отца своего. Когда мы не почитаем своих родителей, мы не сможем слышать голоса Божьего. Мы не сможем ему служить. Мы не сможем быть верными ему. Дам тебе и потомство твоему, и будет потомство твое, как песок земной, и распространиться к мору и к востоку, к серую и к полудню, и благословятся в тебе и всеми твоему все племена земные. Это уже не благословение Исаака. Это Божье благословение. Иаков, прислушайся. Я так думаю, когда читал то место, думаю, о, я бы, наверное, схватился, побежал бы быстрее к отцу. А Бог говорит, не, не, ты тоже сделал, может, еще больше, чем Иаков. Вот по натуре, как сегодня было проповедано братьям, и было подчеркнуто такое, да, мы не умрем. Тогда мы можем делать что-то такое подобное и хуже, как Иаков. Нам нужно умереть для того, чтобы что-то мог делать с нами Бог, и в нас Бог, и через нас Бог. И в семени твоем все племена земные, и вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь. Бог знал его гордое надменное намерение. Ну, Божья любовь, смотри, какая любовь Божья, превыше всей любви. Куда ты не пойдешь. Ведь мог бы сказать, вернись, Иаков. Правда? Это было бы справедливо. А Бог, делай. Ты должен хлебнуть этого всего. Ты хочешь этого. Испей эту чашу. Напьешься, вот так напьешься. Тогда ты придешь ко мне. Тогда ты будешь искать меня. Тогда ты будешь бороться со мной. И ты уже не будешь Иаков. Тоже, смотрите, здесь тоже идет преобраз. Здесь, как Лазар, он был мертвый, он умер и воскрес. Здесь был Иаков. Но когда возвращался навстречу к Исаву, то что он боролся с Богом и начал хромат на бедро. И Бог что сказал? Отныне ты не Иаков. Израиль. То есть ты новый. Ты воскресший. Ты не лжец. Ты не лицемер. Ты не обманщик. Но ты Израиль. Ты Божий человек. Нужно было эти 20 лет. Нужно было это время. Можно было бы миновать все это. Я с тобой и сохрани тебя, куда ты не пойдешь. И возвращу тебя в землю сию. Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. То есть он дал понял, что Иаков, ты сполна подчеркнешь, но возвратите назад, откуда убежал. И так это и произошло. Иаков пробудился от сна и сказал, Истинно Господь присутствует на месте с Сем, а я не знал. Я о Иакове. Время идет и очень сильно. Нам нужно заканчивать. Но я закончу сейчас, постараюсь. О том, что Иаков бежал от лица отца своего и от лица Божьего. Но Бог его носит. Ему сказал, иди. Я тебя сохраню, благословище. Но возвращу. Приходит время, и он возвращается. Но приходит время, и я очень много пропускаю. Тот момент, как он там был. Сколько он пережил. Сколько ему пришлось жать за свой обман, обман. Жать. Есения, жатва. Дорогие, если мы поносим, не почитаем своих родителей, мы будем жать. Нас не будут почитать наши дети. Да, будут не почитать наши дети. Смотрите, что делает с Иаковом его сыновья. Самого любимого сына Иосифа. Что он и делает ему? Вот одежда, не твоего ли сына отец? В крови. Там дикий зверь растерзал его. Мы взяли, вот. Одежда в крови. И что он там плакал? Иаков. Но, заметьте, он там плакал. Знал. Иаков знал. Жатва. 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 Ты убежал из дома отца. Ты думал, обманным путем получил благословение. Но ты будешь жать. И когда ты пожнешь, и когда ты умрешь, и воскреснешь, тогда ты будешь израиль. И возвратишься в землю. Я буду через себя что делать? Иаков жнет. Сын мой. Сын мой. Нет сына. Нет сына. Но намного больнее сделали с его сыновья, с ним, чем он своим отцом. Вот почему я читал это местописание. Проклят злословлящий отца. Проклят. Твои дети намного больнее тебе сделают. Тебе дети намного больнее над тобой поиздеваются. Твои дети намного больнее тебя осудят и очень больно сделают и обманут. Иаков понял это. Понял. Жатва. Но сына нет. Не вернешь. Но Бог что сказал? Я благословлю тебя, семья твое, потомство твое и возвращу сюда. Неужели Бог забыл о том, что Иаков возвратится в землю без Иосифа, от которого пройдет благословение и родится Спаситель мира? Неужели Божий? Но Садана хотел этого. Но никакой и шел замысел дьявола тогда, чтобы не произошел этот план Божий. Чтобы не родился от этого семени, который сказал Бог. Не от Исава, но от тебя, Иаков, хотя ты лжи, но ты оплачешь, ты оплачешь. Ни одна моя бессонная ночь, ни одни сутки бы смотреть на ту сторону, ни дом отцовский, и пройти Бог, прости меня, прости меня за обман отца Исаака. Прости, ты будешь вспоминать, ты будешь каяться горкой в этом, только в чужой стороне, в чужом месте. Ты не раз пожелаешь прийти в дом, вспоминать, но ложиться спать, а там мой папа Исаак, мама Ревека. А там дом, там мир, там тишина, там любовь. А я здесь отрабатываю за одну, обман за вторую, тоже отработал. И вот здесь наступает время. И заметьте, что получается из этих сыновья, Божий промысел смотрит, Бог смотрит, и Сосифа продали. Клинули в Европу, и его там мог бы он убиться. Я мог бы там ядовитая змея ужалить. Но этого не случилось. Его смотрел в глаз Господень. Я спешу, Господи, помоги. Момент последний, если получится. В этот момент и Осиф, и Отец встречаются. Он узнает, что сын жив. Иаков. Иаков. Твои слезы, твои молитвы, и то, когда ты боролся со мной. Я сказал, я помню, я дам благословение и возвращу. И заметьте, когда он идет на встречу с сыном Иосифа, этот устаревший, старенький старичок везут его на колеснице. А этот взрослый мужчина уже средних лет. Второй, как можно сказать, царь в Египте, второй после цара сидит, просит цара, мой папа возвращается. В этот момент, когда Яков сидит, и когда приходит встреча Якова с сыном Иосифом, перед Яковом стоит каротина Исаак в притупленном зрении. Он принес ему эту похлебку, он гладит руками. И говорит, вы сын ли ты мой? А он что сказал? Исаав. Да, Исаав. В этот момент, я этого не знал, Бог говорит, в этот момент, этот Яков смотрит Иосифа, и он видит картину свою, как отец Исаак старенький, притупленным зрением, протягивает руки его сынок. Иосиф, ты, Исаав, руками своими ручками дрожаешься, ведет, да, волосы-то его, а голос-то Якова. Вы смотрите, Иосиф, Иосиф, я тебе удивлю мое сердце, как я сегодня вижу себя, свое юно, свое детство, свое отричество, я вижу. Как я надменно поступил своим отцом Исааком, как я надменно это сделал. Я жал столько десятков лет, и сегодня Бог провел меня таким путем, и я увидел благословение, то, которое там, где лежала голова на камне, Он сказал мне, увидишь благословение. Увидишь, сынок, я вижу тебя, я вижу это благословение, о котором говорил Бог. Другой момент. И еще что-то он увидит сейчас. Где твои детки? А кто это? Это мои детки, отец. Это мои сыновья, которые родились, ты их не видел. Я не могу времени не достает передать вам то, и той встречи, и это Писание, как, что там дело в сердце отца, что дело в сердце Якова, какая картина Вебус вводняла с жизни его отношения с Исааком, отцом своим Якова. И вот здесь Иосиф показывает своих детей, своих сыновей, и он склоняет колени, говорит, я хочу их благословить. Манасья, Ефрема, я хочу благословить. Это те, у которых есть и будет благословение. И вот здесь Иосиф ставит сыновей, одного под правую руку, друг под левую. Вот этому должно быть благословение. Вот этому должно быть благословение. А Яков увидел себя. И Господь показал, говорит, Яков увидел себя. Ах, сынок мой, сынок Иосиф, я вижу себя в тебе. Я вижу свое сердце, я вижу себя, свою юность в тебе. Свою ту решимость, свою, как он, ну, как настойчивый, решительный, быстро все делал. Быстро перехватить хотел, я вижу себя. Сынок, не будет так. И он берет его руками вот так. Божие благословения не поставишь. А если бы я не надел этой шкури на руки, а если бы я не послужил матери веку, я бы получил все равно без этой скитании. Я бы прожил жизнь, я только в старости, перед смертью увидел тебя, сыночек. Я мог бы жить в доме вместе с вами. И мои сыновья были бы едины, дружны. Не враждовали бы, не обманывали бы, не хитрили бы. Но это была моя жатва, моя жатва, мой грех, что я поступал с моим отцом Исааком. И вы, мои сыновья, мои родные братья, не были дружны, не были едины, не были, как я длина плоть, как родные братья. Это мой грех вас разлучил. Это моя зависть. Это мое то, что я сделал. Иосиф, я мог бы бежать с тобой и самую малечку, и до сего дня. Но сегодня я вижу тебя, как ты хочешь, тоже поставить благословение. Нет, будет так, как Бог. Ведь я мог бы тоже так получить. Сегодня я хотел бы, чтобы сегодня мы покаялись. Господи, проси меня. Проси меня. Прости за мое я. За мою гордость, мое надмение. Прости, что я сегодня хотел таким путем получить благословение, лицемерие, лукавство. Мамочка, на тебе цветы. Мамочка, на тебе подарок. Папочка, на тебе цветы подарок. На тебе подарок. Мы расскажем тебе стих. Мы скажем тебе что-то. Мы не что-то сделаем. Мамочка, папочка, мы любим тебя. Дорогие детки, в этого мало в жизни для родителей. Они нуждаются в вашем понимании, в вашем тепле, в вашей любви, в вашем посещении. А сегодня обрешаюсь к вам отцы и матери, дедушки и бабушки, я в том числе. Нам нужно пересмотреть нашу жизнь. Если мы своими поступками навели это проклятие на себя, на свою семью, нам нужно покаяться, что мы засловили родителей. Мы не почитали родителей. Мы под проклятием. Нам нужно покаяться. Нам нужно, Господи, прости. Прости за непочтение. Прости за нелюбовь. Прости за неуважение. Прости за неисполнение заповедей. Давайте склоним сердца на молитве. Прости за неуважение.